Сегодня мы окунемся в удивительный мир аниме. Готовы? Хотите стать живым персонажем манги или ощутить себя господином, окруженным милыми горничными? В этом видео мы покажем вам бескрайний ассортимент фигурок и других товаров с вашими любимыми персонажами. Вместе мы отправимся на поиски тайного храма, спрятанного среди шумных баров. Обнаружим таинственные автоматы, на которые японцы готовы потратить половину своей зарплаты. Мы поностальгируем в нереально крутом магазине с ретро-товарами и заглянем в популярное заведение, где стоять в очереди пару часов на вход – это норма. И в итоге будем сами готовить себе ужин. Добро пожаловать на Акихабару. Оставайтесь с нами, будет интересно. В каждом выпуске я исследую одну из станций токийского метро. Их около 300, и мы побываем на каждой из них. Путешествуй и влюбляйся в Японию вместе со мной. Всем привет из Акихабары. Акихабара – это настоящий рай анимешника, и также это целый город электроники. Акихабара в переводе означает «долина осенних листьев». Прям-таки готовое название для аниме. Но часто район сокращенно называют Акиба. Прозвище «Электрогород» Акихабара получило сразу в года после мировой войны, потому что именно здесь, в этом районе, образовался черный рынок, где продавали всякие проводочки, кабели и прочую разную электронику. Позже, не выдерживая конкуренции с крупными торговыми компаниями и интернет-площадками, мелкие магазины электроники в этом районе либо обанкротились, либо вошли в состав крупных предприятий. И тогда молодежная субкультура начала процветать полным ходом. Авеню Теодори – это главная улица Акихабары и одно из самых лучших мест для нового путешественника в Токио. Всего за одну прогулку по улице вы можете быстро посетить некоторые из лучших магазинов и заведения Акихабары. Хотите быть в окружении красивых японок в соблазнительных костюмах? Тогда держим путь на Мэйд-кафе. Я сейчас иду по вот этой главной улице, где постоянно девушки раздают листовки. Вот можете видеть их. Сзади меня можете увидеть, то есть тут через каждых, не знаю, 10 метров, 5 метров стоят вот такие вот девушки и зазывают в кафе. Они могут там дополнительные услуги, как, не знаю, чуть ли не сделать массаж, подержать за руку, сделать комплименты, и это все дополнительно оплачивается. Просто здесь нельзя снимать, очень многие сразу начинают скрывать лицо, как бы чтобы никто их не видел, поэтому вот хотела вам показать. Сейчас пройдусь, очень много-много народа, и как бы видите, что здесь даже в будние дни, я всегда езжу ролики снимать в будние дни, потому что выходные здесь вообще не пройти. Поэтому вот решила показать вам эту улицу, очень колоритно, вот девушки листовками прикрываются, чтобы не попасть в кадр. А мы сейчас подошли в кафе Мэйд-дрим, попытаемся попасть и показать вам то место, где девушки в костюмах горничных будут официантками обслуживать. Я попросила Васю на подмогу, говорю, как-то мне немножечко стеснительно идти одной в такое заведение, поэтому жду его, он должен быть с минуты на минуту, чтобы вместе посетить это заведение. Это ну очень популярное место в городе, японские косплей-кафе, где девушки одеты в костюмы горничных, а обязательными элементами одежды являются короткие юбки, гетры, передники, заколки и бантики. Особенность этого вида кафе – перформанс. Поведение официанток, их манера общения с посетителями очень интригует. Мужчин встречают радостным приветствием, добро пожаловать, мой господин, а к девушкам обращаются госпожа. Но ничего не подумайте, девушки здесь не предоставляют дополнительных услуг. Скажем так, смотреть, но не трогать. Сюда даже можно приходить дошкольникам, так что никакого 18+, представления не ожидайте. Вот мы сейчас находимся в этом аниме-кафе. Нам нельзя снимать. Да, то есть себя можно снимать, но больше ничего. И что это у тебя? Это пиво кококольное, называется Черный Дьявол. У нас вкус пива, реально алкоголь и кола. Очень вкусная. Для клиентов действуют определенные правила. Клиент не должен узнавать реальное имя и фамилию или другую личную информацию официантки. Запрещается физический контакт и сексуальное заигрывание. Только за вход посетитель должен заплатить 800 йен и обязательно заказать что-то из меню. Мы не особо были голодными, но заказали вот какой-то сет. Сетом, конечно, это трудно назвать, да, что туда входит. Какое-то одно блюдо. В моем случае это было мороженое. Плюс напиток. Я заказала чай. Также маленький подарочек и фотография с горничной. В общем, вот этот сет, который мы заказали, входят такие вот ушки. Можно было выбрать. Я выбрала вот такие вот ушки и теперь вот, в общем, подарочки, так сказать. О, сочненький. Кетчуп внутри. Ням-ням-ням. Да. О, ва. Хуста тебе? Да. Ну, рис с кетчупом. Помимо простого обслуживания, клиент за дополнительную плату может сфотографироваться с официанткой, сыграть настольные или карточные игры. Перед тем, как прекратить работу в кафе, официантки проводят особое событие, которое посвящено небольшому кругу постоянных клиентов. Это последний день, когда девушку увидят в ее образе и костюме. Постоянные клиенты покупают билеты, чтобы прийти и проводить образ персонажа, ведь больше ее не увидят. Короче, у этого заведения есть прям ярые поклонники. И таких очень много. В нашем случае, кстати, посетителей больше было именно женщин, хотя вроде как должно быть нацелено на мужскую аудиторию. Но был там один мужчина, который прям хлопал в ладоши, улыбался во все 32 зуба и радовался, как ребенок. Кажется, что это был самый счастливый день в его жизни. В общем, запишу, пока как бы говорят по свежим следам, запишу свои впечатления от похода в это кафе, да. Вы знаете, ребят, это честно на любителя, потому что лично я себя чувствовала очень некомфортно. Прямо я не знала, куда себя деть все это время. Смотрите, начну сразу с не очень хорошего. Вот счет у меня получился на 8 800. Я ела мороженое, муж ел омлет. Вот за омлет с рисом и кетчупом и мороженку вы заплатите 8 800. А, ну что еще ходит в эти услуги? Вот мне сделали такую фотографию на Polaroid. Снимать запрещено. Мы распытались, в общем, нам сделали замечание, сказали, так не годится, это делать нельзя. По моему мнению, это то же самое кафе, где разводят туристов, не туристов, в общем, тех посетителей, которые приходят. Ты плачешь за вход. 800 на человека, и это каждый раз, каждый час, эта сумма удваивается, удваивается. То есть сколько ты там будешь находиться, а официантки делают все для того, чтобы твое время как можно затянулось в этом кафе, и чтобы ты не ушел побыстрее оттуда, а остался. Почему? Ну потому что, собственно, будет счетчик тикать. Блюда очень дорогие, и как бы там ходят, конечно же, не за едой, а за вот этим шоу, представлением, да. Потом включают музыку, все начинают веселиться, девушки под фонограмму поют, танцуют, заставляют тебя хлопать, подпевать, мяукать. Ну, в общем, вот эти всякие мяшества, милашества, ну, не знаю, я себя очень дискомфортно ощущала. Короче, там очень много наигранностей, да. Те подходят, себя сыпают комплиментами, делают очень такую натянутую улыбку. Видно, как она устала, как одна, вторая девушка, они очень устали. Они просто ходят, вот такие, типа, улыбаются, да, как бы мило, но, я не знаю, как-то не искренне это все. Там снимать, в принципе, нельзя было, поэтому какими-то урывками, моментами что-то подпольно сняли, круглую сумму заплатили. А, да, кстати, когда просишь чек, они там начинают пока... Они очень долго, мы не дождались блюда, которое заказывал Вася, какой-то там десерт должны были принести. Они сказали, еще не готово, а мы там уже час провели, еще не готово. Время оттягивается, даже счет мы, наверное, минут 15. И то я уже пришла на кассу, говорю, дайте счет, все, мы уходим. Вот как-то так. Идти вам или не идти туда, конечно, решать вам, но я больше в такие заведения ходить не буду, просто ради фана показать. На, Акихабару нужно приходить конкретно за шопингом. Нет, ну вы, конечно, можете просто прогуляться по району, посмотреть на все анимешное, на самые разные косплеи, рассмотреть увешанные плакатом здания и разнообразие фигурок в магазине. Но шанс того, что вы не захотите ничего купить, равен нулю. Ну, слишком заманчиво. Хотя, часто совсем не бюджетно. Конечно же, Отаку являются символом Акихабары и играют в ней центральную роль. Кто это такие? Отаку называют людей, которые очень сильно увлечены чем-то конкретным. Акиба – это место, где собираются фанаты аниме и косплеят персонажей. Однако, не все увлекаются косплеем. Некоторые коллекционируют фигурки, игрушки или другие товары. Зачем Отаку берут фигурки? Ну, во-первых, потому что это идентичность. Как у нас книжный шкаф, у них фигурка над столом с компьютером. Ну что, давайте покажу вам, где в этом районе самый офигенный выбор всего кавайного и анимешного. Вот, мы подошли к магазину Анимэйт. Сейчас покажу вам вот это все богатство, аниме-богатство. Тут столько народу просто, что не протолкнуться. Вот там просто все в людях. У меня сейчас вот такое вот лицо. Здесь мозг сразу отключается. Не знаешь, в какую сторону бежать, что смотреть. Фигурки, мягкие игрушки, товары для дома, канцелярия и все-все-все с анимэ. Самый большой анимэйт находится в другом районе, на Экибукуру. Но этот тоже стоит внимания. Помимо бесконечных рядов товаров, игровых автоматов, внутри есть место для проведения мероприятий и даже тематическое кафе. Существует около 100 магазинов этой сети по всей Японии и 6 в разных уголках Азии. Здесь 7 этажей заполнены вещами, связанные с аниме. На седьмом этаже можно найти оригинальные товары, которые можно приобрести только конкретно в этом магазине. Так что, если хотите что-то эксклюзивное, электронный город ждет вас. Здесь, конечно же, много хайпового и трендового. Но есть и что-то менее известное. Такое ощущение, что в одном месте собрано все аниме мира. По одному произведению можно найти, к примеру, DVD, мягкие игрушки, футболки, кошельки, сумки и даже диски с саундтреками. Каждый найдет себе что-нибудь по карману. Качество товаров реально хорошее и я приятно удивилась доступным ценам. В обычной японской квартире не так уж и много места. Так что, закупиться фигурками не особо получится. А если жить в съемной квартире, то поставить перед собой одну, максимум две фигурки. Кстати, не удивляйтесь, если видите в кадре людей с зонтиками. Нет, дождь не идет и даже не намечается. Просто лето в Токио очень жаркое и таким способом прохожие прячутся от солнца. А чтобы узнать все японские секретики, как спасаться от жары, переходите в мой ТикТок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Сзади меня на той стороне находится метро Акихабара Стейшн на Хибия Лайн. Вот, перешли дорогу и что мы видим? Вот здесь прекраснейшее заведение Коко Карри. Это, в принципе, такая обуденная японская еда для любителей карри. Это прям топ-топчик. Я обожаю карри, поэтому очень люблю это место и советую. Идем дальше. Что же мы дальше видим? Здесь какое-то заведение, клуб, ну, я так думаю, 18+, там нарисованы красивые девушки. В общем, здесь заведение 18+, какой-то клуб интересный. И дальше все, идем. Я хочу вам показать. Может быть, кто-то видел мой выпуск про разные вендинг-машины, которых полно в Токио. Я делала как раз выпуск про необычные вендинги. И вот сейчас покажу вам очень такой необычный вендинг с жучками. Вот, мы пришли к нему. Здесь в этом автомате продаются разные жучки, кузнечики, там, не знаю, стрекозы, еще всякие жучки. Их можно покупать и есть, но, честно, я никогда не видела, чтобы японцы это покупали. Мне кажется, это такая штука, замануха больше для туристов. А вот у нас караоке. Как бы японцы очень сильно уважают и ценят тишину, поэтому дома никто не поет. Все, кто хочет попеть в душе, не знаю, у телевизора, идут сюда, арендуют комнатку и там просто поют, сколько в душе влезет. Вот, пока шла, увидела еще одно кафе с вот этими девушками горничными. Мэйду их называют, да, которые, ну, как бы тут очень-очень много. Кстати, вот какой-то секонд-хенд и тут какие-то раритетные товары продаются. Ну, в общем, хотела еще записать свое мнение. Не знаю, может быть, я не права, напишите, что думаете вы по этому поводу. Но мне кажется, если вот ты девушка и ты пошла на такую работу, да, ходить в кафешке в таком вот очень достаточно откровенном наряде, то будь готова к тому, что тебя могут снимать, да. Да, это как, ну, блогер, который говорит, я не люблю камер, не снимайте меня, не надо, да. Не знаю, то есть, как бы здесь практически куда не пойти, везде говорят, съемка запрещена, нельзя снимать. И я, собственно, пошла в то кафе, чтобы показать вам, как это происходит изнутри, чтобы оценить. Вот, да, я зритель, который употребляет информацию, хочу знать, стоит мне туда идти или нет. Посмотрю ролик, о, да, он крутой, это кафе классное. Давайте я тоже испытаю такие эмоции и отправлюсь в это заведение. Или же наоборот, мне жутко некомфортно, не нравится, это все не для меня. И я не пойду туда, да, это как перед покупкой товара ты смотришь и оцениваешь, надо он тебе, не надо. И здесь, почему съемка запрещена, мне непонятно. И даже вот фотографию, которую я фотографировала Васю, она тоже попросила, чтобы она сняла, не я, потому что вдруг я видео сделаю, а не фото. Ну, вот такие вот правила. Утром Акиба представляет собой вяло просыпающихся продавцов и открывающиеся магазины. В обед это место отдыха японцев, которые хотят перекусить или забежать за покупками. К вечеру на улицах появляется огромная толпа, в том числе косплееров, и все начинает светиться неоном. К ночи пропадает часть интересного, потому что уже все раскуплено. То есть лучший вариант приехать около трех дня и побродить до темноты. Вся Акихабара уставлена такими стенами из крошечных автоматов. Это суперинтересное явление, так что если вы азартный человек, будьте аккуратней. Они называются гача, но это по сути не игровой автомат. Проиграть в него нельзя. Ты просто платишь денежку, и тебе выпадает рандомная фигурка. Но опустошить кошелек можно легко, потому что реально затягивает. Фигурка может быть из какого-то популярного аниме, мультфильма, просто красивый персонаж или зверюшка. Сейчас я пришла в одно из самых популярных мест с такими капсульными автоматами. Ну а вообще по всему городу вижу их очень часто. Конкретно здесь нужно заплатить 500 йен за одну фигурку. Это 3,5 доллара, но можно найти подешевле. Я видела гачи за 200-300 йен. Предметы коллекционные и отличаются разной частотой попадания. Если вам нужен Пикачу, то можно просадить ползарплаты, пытаясь выколупать нужную капсулу. Потому что будут попадаться одни слоупоки. Вот здесь есть и для любителей Пикачу, и для постарше людей. Вот опять автоматики с Пикачу, вот опять девушки. Красивые достаточно девушки. В общем, ну честно, не знаю. Напишите мне, если знаете, что это, что будет, если засунуть 1000 йен, и что мы получим. Фотографии или нечто большее. Так, вот такие фигурки можно тоже заполучить. Так, здесь какой-то автомат, 100 йен, и что-то нужно делать. Тоже интересно. Вы знаете, всегда считала японцев очень-очень скромными. И вообще, считаю, наверное, до сих пор, но только что со мной такая очень забавная ситуация произошла. Я стояла, снимала вот магазин и увидела задним зрением, что подходит японец. Ну, вроде бы как. Ну, в общем, азиат точно, да. Я плохо до сих пор не научилась различать. Это японец, китаец или кореец, простите, пожалуйста. Ну, в общем, подходит ко мне мужчина азиатской внешности. И говорит, сразу извиняется, говорит, что он разговаривает плохо по-английски. Я такая, ну окей, я тоже не очень хорошо говорю на английском языке. И дает мне свой телефон просто и говорит, типа, пиши номер. Я такая, говорю, зачем, куда, чего писать? Говорю, не-не-не, не буду. Он говорит, окей, не хочешь писать номер? Говорит, я вот живу в отеле. Вот, он показал мне, не знаю, в какую-то сторону, что там отель. Говорит, пошли в отель. Я говорю, нет, показываю кольцо, говорю, я замужем. Он такой смакнул и ушел. Я такая немножечко офигела. Думаю, что, ну, я очень надеюсь, что это такие, знаете, из ряда вон выходящие случаи. Ну, и как-то и смешно, и удивительно, и, ну, в общем, я от японцев такого не ожидала, правда. Потому что, потому что это же Япония. Это добрые, милые японцы. И вот как-то так, не знаю, вообще, что думаете по этому поводу. Токио – город со множеством секретов. От баров, спрятанных на крышах зданий, до водохранилища размером с город, построенного под ним для смягчения последствий наводнений. Можете пройтись по любому переулку, и вы гарантированно найдете спрятанное секретное местечко. Хочу рассказать вам про одно из таких. Светилище Ханнабуса и Нари. Несмотря на течение времени и постоянное обновление всего в Токио, крошечная святыня все еще стоит, кто знает сколько времени. Еще и посреди такого шумного района. Вокруг миллион баров, кафе, магазинов, а здесь полное спокойствие и умиротворение. Сейчас мы пришли в магазин Супер Марио и других ретро-игр. В общем, посмотрим, что же интересного нам подготовило это место. Вот реклама этого заведения. Ценители ретро-игр, добро пожаловать в уникальный магазин Супер Потейто. Это просто волшебство для любого фаната видеоигр. В этом магазине есть редкие и ограниченные издания. Миндэн, Досея, Гассони и другие. Здесь вы найдете первый Плейстейшн и Гэмбой. Если вы ценитель классики и хотите окунуться в ностальгию, это ваша лучшая остановка. Очень много аксессуаров, мягких игрушек, фигурок. Сюда также можно принести свои старые видеоигры и технику. Магазин купит их у вас, если, конечно, состояние будет хорошее. А японцы, поверьте, очень бережно относятся ко всем вещам, будь то техника, одежда или игрушки. Заходим в какие-то Марио-сокровищницу. Здесь должны быть приставки, какие-то киковские штуки. Вот оригинальные картриджи, в которые мы с вами играли. Только у нас были китайские, пиратские. А это вот... О, Кирби еще с тех времен. Сколько же ему лет? Жена, говорит, зашла. Говорит, тебе тут понравится? Я тут ничего не понимаю. Я, кстати, тоже тут ничего не понимаю на самом деле. Во-первых, ух ты, какая-то игра. Смотрите. Видите? Я тут тоже ничего не понимаю. Вот я эти игры все забыл и не знаю, и не могу прочесть на японском. И вообще сейчас они, конечно, не актуальны. О, кстати, может быть, вы помните, одна из самых первых игр. Самолетики. Такие дурацкие самолетики были практически на каждом Денди. Вот она, Sky Destroyer. Дальше пошли уже Super Nintendo. У меня не было Super Nintendo, у меня было только Sega и Денди. Я ничего не знаю из этих игр, я вообще не понимаю. То есть я, по идее, должен кайфануть, но для меня это ни о чем не говорит в первую очередь, потому что, наверное, не могу прочесть, и не было такого в моем детстве. Вроде, кажется, по картинкам было, но я не узнаю практически никакой игры, кроме там Pac-Man какого-нибудь, Street Fighter. Душа просит это взять все потискать, но вообще нафиг не надо уже. Картриджи от Game Boy. Смотрите, внутренность картриджа с батарейкой или с динамиком. Я даже не знаю, как они устроены. Они что, с батарейками были внутри? Какая-то сумасшедшая игра с сумасшедшей девочкой. Очень старая какая-то. А графика-то вообще какая? Посмотри. Собачья какая-то игра, можно с собакой купить. Вон, типа, ты кормишь собаку или что-то типа того. Не знаю, заводишь питомца. Наверное, интересно это было. Не зря японцы – самая играющая нация, получается. Поэтому у них все это изобрели. И я вообще не знаю. А, Доктор Марио. Это типа микробы. Это Марио, который доктор. Там нужно было что-то с микробами делать. Типа он лечит, и микробы как-то соединяются. Палочки Супер Марио сейчас. А еще тут есть трусы. Но это детские? Нет, это не совсем. Мужские трусы Супер Марио. О, да. А выглядит круто на самом деле. Вот они продаются разные. Разные размеры. Не, спасибо, такое я не хочу. Сим Сити 2000 на Нинтендо 64. Очень тесно тут разойтись. Вот один человек только может пройти. Приходится там вот где-то, как грузовикам, становиться на запасной путь туда и прятаться и пропускать. Специально оставили. А, это еще для двери. Нас встречает Марио. Вот это круто. Офигенно. Don't touch. Не трогать. Смотри. В каком стиле? В стиле металлики. Куча геймбоев, куча приставок. Чтобы все это переиграть, вот как это все выбрать? Во что ты хочешь играть? Когда такое изобилие, ты уже ни во что не хочешь играть. Инфляция предложений. Смотрите, какой-то странный образец игры. То ли ты играешь за профессора, который будет фоткать под юбкой. Что это такое? Вот что это? Вообще полно таких игр, на самом деле, для извращенцев, которые потакают наклонностям людей. Типа, они могут воплотить свои фантазии в играх. Тамагочи 97-го года. Вот она оригинальная. Вот она уточка, ты ее кормишь. 97-й год. Рабочее состояние. У меня знакомая сейчас с детям, она как раз говорит, единственное, что их отвлекает, они в машине едут, дети, ну там 7-8 лет. Они, говорят, сейчас играются в Тамагочи. Забираешь у них телефон, они, говорят, в Тамагочи залипают, они их кормят. Сейчас. Сейчас японцы скопировали вот советскую игрушку, электронику, и вот выпустили свои. Ты помнишь, такие вот у нас были? Ты играла в такие? Не играла я. О, это вот эта игра. А я играл в такое. Это игрушка на дэнди. Очень классная игра. Кошки-мышки мы ее называли. Пам-пам-пам-пам-па-рам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. До сих пор помню. Вот еще Тамагочи, смотри. Покет Сакура. Что это, это вообще, не знаю. У меня было что-то типа, знаешь, такое беленькое в шкаролупочке. Не, вернее, наверное, желтенькое в белой шкаролупке. И там еще лапки были. Да, таких было, сколько вариантов. Вот, смотрите, и такие есть электроники достижения советской промышленности. Поднимаемся на пятый этаж. Оля почему-то забоялась туда заходить. Игровые автоматы здесь все играют. Ого. А, ну это рай для игры. Ты можешь вот так вот. Смотрите, это прям лучевые трубки. Круглые еще телевизоры. Вот чем они занимаются в свободное время. Их прет от этого реально. Естественно, что хотят от людей, которые в школе катаются на одноколесном велосипеде. Они такие в этом плане циркачи. Каждый день в Японии звучит такая или другая мелодия в пять часов вечера. В общем, все всегда знают, где бы ты ни находился, ты слышишь вот такую мелодию или другую. Это значит, что основная масса вот в школе занятия закончились, на работе. Много кто уже в это время заканчивает работу и иду домой. Такс, ну а я уже очень проголодалась и хочу показать вам одно популярное заведение. Гацо и Чиница. Говорят все, что очень вкусно какие-то там котлетки. Кстати, характерная особенность вот этих японских заведений, да, вот даже популярное место. Вы можете видеть, какая вот, ну как бы пока мы ожидаем, и какая-то, не знаю, там коровка стоит с тряпками всякими. То есть японцы не парятся о том, как это будет выглядеть, да. Главное это прийти и вкусно поесть. То есть еда здесь великолепная. Здесь можно поесть фирменные, очень вкусные котлетки. Ну вкусные они или нет, пока не знаю, это чисто по отзывам из тиктока. Но сейчас буду проверять. Вот это нужно жарить. Вот берем, здесь сырое мясо, ложим на сковородку. Здесь очень здорово, правда. Мы не успели сделать заказ и буквально сколько. Вася не устал руки помыть, вернулся, уже еда стояла. То есть нам уже это все принесли. Вот мы жарим. И, кстати, вода всегда есть, она бесплатная, ее отдельно заказывать не надо. Вон соус какой-то есть, палочки. В общем, все, что нужно, можно очень быстро и вкусно покушать. В общем, тут нужно дожаривать, потому что если не дожарить, оно тверденькое. Сейчас я уже разочек попробую. Если не дожарить, оно твердое. Сейчас у меня твердый кусочек, потому что не дожарила. Ну, счет второй возьму, я думаю, будет получше. Вот счет получился 3930. А в кафе с горничными, заметьте, было 8800. Тут сытно и вкусно. В общем, мы сходили в этот ресторан, да, где мы только что жарили свинину. И смотрите, уже, то есть мы поели буквально минут 20-30. Уже очередь прям на улицу. И там я еще напоминаю два этажа вниз. То есть очередь в два этажа плюс на улицу. Час-полтора часа они будут все стоять, чтобы попасть. Да, еда, кстати, неплохая, вкусная. Но это, наверное, не одно из лучших блюд, которые я, в принципе, пробовала. Потому что есть места повкуснее, да. То есть я просто думаю, что это, наверное, распиарено вместо тиктоком, инстаграмом. Поэтому сейчас много людей. Плюс это Акихабара, известный район. И здесь вот собирается очень-очень много людей. Кстати, в этом ресторане есть только вот это одно блюдо. И порции там S, M и L. Да, я заказала себе порцию S, муж заказал порцию M. И как бы мы ждали, ну, не знаю, 2-3 минуты и нам принесли. То есть вот эта скорость прям поражает, удивляет, круто. Но то, что ты стоишь вот такую вот очередь, еще раз напоминаю, не очень прикольно. По всему городу ездят такие грузовички. Они часто рекламируют исполнителей музыкальной группы. К примеру, вышла у группы новая песня. Заказали такой грузовик, и он ездит себе по улицам, и таким образом люди узнают о ней. Классно придумано. Ну, а вообще на них может быть реклама ну чего угодно. Наверное, на каждой крупной станции можно найти рай для японского геймера. Это Taito Corporation. Известная компания, специализирующаяся на видеоиграх, игрушках, автоматах и игровых центрах. Здесь тусуются люди всех возрастов. А такого разнообразия автоматов вы не найдете нигде. Ну, по крайней мере, в Японии. Тут очень много лохотронов, извините. Ну, это я так шутя их называю. Имею в виду эти автоматы-хваталки. Хотя слышала, что в Японии шанс достать игрушку больше, чем где-либо. Но сама не проверяла, так что не могу подтвердить. Я была в шоке, когда узнала, что есть профессиональные доставальщики игрушек из таких автоматов. Да, даже такая услуга здесь есть. Подробнее об этом месте я рассказывала в своем выпуске о станции Синдзюку. Оставлю вам ссылочку в описании. Обязательно посмотрите. Очень интересный и насыщенный получился выпуск. Кстати, именно здесь, на Акихабаре, есть магазин Hard Off. У меня есть выпуск тоже в ТикТоке и в Ютубе Шорт про этот магазин. Здесь это магазин бэушной техники, который там, может, наверное, что-то из 80-х, 90-х найти. Очень такая старая, раритетная, но хорошо сохранившаяся техника. Там есть и музыкальные инструменты, и даже аниме-фигурки. Очень много всего разного. На Акибе собраны буквально самые уникальные магазинчики в городе. К примеру, возле метро я увидела Чабару. Это место известно продажей деликатесов со всей Японии. И здесь собрано огромное разнообразие традиционных японских продуктов. Хороший выбор саке, пива, традиционных сладостей и многое другое. Очень рекомендую это место туристам. Отсюда вы сможете привезти домой сувениры и местные продукты. Многое из ассортиментов японских обычных продуктовых не встретишь. Хотя даже там для нас и так все в новинку. После посещения Чабары мы решили зайти в еще один ретро-магазин. Называется Сигбэйс. Это что-то типа суперпотейто, только больше специализируется не на видеоиграх и приставках, а на коллекционных фигурках. Нашли здесь старые фотики. Ставьте лайк, если у вас когда-либо был такой. Короче, здесь куча всякого прикольного, интересного, моментами даже стрёмного и непонятного. Но любителям подобного точно зайдет. Цены в разы ниже, нежели покупать новую вещь. А состояние у большинства оно очень хорошее. Хочу показать вам популярный огромный магазин техники Йодобаши. Пойдем посмотрим, что там есть интересненького. И, кстати, возле входа сразу вижу, тут какая-то вкусненькая курочка продается. Вот меню из фастфуда. Вот какая-то еда из карри, не только карри. В общем, макеты очень аппетитно выглядят. Это сеть магазинов электроники в Японии. А вот именно на Акихабаре находится один из самых больших. В нем продаются мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, аудиотехника. Прикольные клавиатуры с круглыми кнопками и все электроприборы, о которых вы только можете подумать. И, как часто бывает в Токио, магазин техники продает не только технику, а и миллион других товаров. А вот просто огромный выбор печати. То есть можешь купить печать, но я не знаю, ее нужно то ли зарегистрировать, то ли что, чтобы это была как твоя подпись. И вместо подписи они ставят печати японцы на документах. Вот, смотрите, какие всякие интересные. В общем, пока не поняла, что это за штука. Вроде как тоже ставят в печати, но почему-то в детском стиле. Такие всякие. Каждый раз находишь что-то интересное и новенькое для себя. Подарочные конверты, аксессуары, декор для дома, одежду, какие-то непонятные милые штучки. И, конечно же, ну мне все это нужно. Ну, девочки меня поймут. Понятное дело, как в любом другом уважающем себя японском магазине, вы найдете аниме-отдел. Тут у нас большой выбор дисков. Да, в Японии, кстати, все еще популярны диски и даже кассеты. Музыканты тоже найдут чем себя порадовать. Мне кажется, в этом месте можно купить аппаратуру и оборудование, ну для любой профессии. Очень впечатлилось японскими холодильниками. Они вроде бы небольшие, но зато какие вместительные. Все потому, что квартиры здесь очень маленькие, а широкий холодильник ставить некуда. А еды, ну, конечно же, хочется иметь в наличии побольше. А как вам такая мега-технология? Дверь холодильника, которая открывается с обеих сторон. Хотели бы себе такой? В сегодняшнем выпуске вы увидите самые уникальные места Токио и откроете для себя совершенно новую Японию. Мы отправимся на станцию метро, где огромные небоскребы, узкие атмосферные улочки и тихие парки сливаются воедино. Где количество бизнесменов на квадратный метр просто зашкаливает, а здешние школьницы будто бы только что вырвались из манги. Мы вместе с вами побываем в кошачьем кафе, познакомимся с Годзиллой, узнаем, где собираются все геймеры Токио и попадем в одно из самых тусовочных и даже опасных мест города. Сегодня покажу вам станцию Шинджуку во всей ее красоте, во всех красках, что здесь есть, куда пойти, что посмотреть, где поесть и, возможно, какой-то сделать шоппинг. Пожалуйста, оставайтесь с нами, будет интересно. Шинджуку – это один из самых популярных районов Токио среди туристов. Он занимает первое место по количеству иностранцев среди всех 23 районов города. На 10 жителей приходится один приезжий. Этот район меньше всего пострадал от землетрясений, поэтому сейчас именно в нем находится самое большое количество небоскребов в Токио. Для иностранного посетителя школьницы в униформе и колоритные персонажи могут дополнить образ Синджуку как ожившего манго-фэнтези. Но, однако, для обычного пассажира Токио в час пик станция Синджуку не более чем неизбежная проблема, хотя и подслащенная бесконечными возможностями для шоппинга. Здесь расположена самая оживленная железнодорожная станция мира. Через вокзал проходит почти 4 миллиона пассажиров в день. В этом месте доминируют гигантские высотные здания и пешеходные мосты. Огромные видеоэкраны покрывают, кажется, ну буквально все фасады зданий. Громко играют новинки джей-поп и рока, а мимо спешат целые легионы бизнесменов в костюмах. Чем это пахнет? Кажется, здесь все пропитано запахом денег и успеха. Хочу рассказать вам о месте, которое растворяется среди этих масштабных высоток. Это сокровище потерять нельзя. Эта улица резко контрастирует со всеми яркими современными окрестностями. Но это добавляет ей ну какого-то некого особого шарма. Крошечные ресторанчики и киоски проливают дым, шум и пар на переулке. А их ширина настолько маленькая, что едва ли можно вытянуть руки. Вечером поток народу максимально большой. Уставшие японцы после работы, туристы из разных стран. Отовсюду слышишь просто все языки мира. Так запрятана улочка, которую я вас веду. Вот как бы сзади меня Юникло. Ну вот мы пришли отсюда. Так, дальше разворачиваемся. Здесь какую-то одежду продают. Далее впереди видим поезд. И вот, вот это такая маленькая, прям заныканная улица. Смотрите, какая она узенькая. Чем она славится? Славится тем, что она вообще оживает ночью. Здесь очень много разных кафешек. Смотрите, сейчас как бы не ночь, а день, да. И то есть есть часть заведений, которые закрыты. Вот. Но ночью тут просто кипит жизнь. Все бушует. Все сидят, дружно выпивают саке. Едят японскую вкуснятину. Смотрите, у меня такое ощущение, что я не знаю почему, но как будто я в Китай попала. Кстати, вот какой-то узенький поворотик. Там японец готовит. В общем, все хотят красивые кадры, и поэтому здесь не протолкаться. Смотрите, только вышел из-за этой улочки, да, и попадаешь прям в какую-то японскую сказку. Все такое огромное, везде вывески. А ночью, конечно, тут будет просто сумасшествие с вот этой неоновой рекламой и очень красивых зданий, и, конечно же, красивых японцев. Если приедете в Японию и захотите посетить вот эту улицу, она называется Омой де Йокочо. Если не туда ставлю ударение, пожалуйста, простите меня. Эти слова я только учу, они для меня новые. Вот она же, эта улочка. Правда, даже не одна здесь, а две улочки. Смотрите, вот можно посидеть, вечерочком что-то вкусненькое заказать и поесть в одиночку или с компанией. Здесь уже японец желтым зазывает всех, приглашает отведать истинную японскую кухню. Конечно, сейчас день. Сейчас эта улица, можно сказать, что вымерла, потому что ночью здесь... Ну вот если мне по всей Японии очень приятно и безопасно ходить, то по этой улочке как-то... Не знаю, как вам передать правильно, но как-то здесь очень все не по-японски. Очень шумно, очень много зазывают, практически чуть ли не за руки хватают и приглашают поесть. И как-то тоже что-то читал, они не очень положительные отзывы про эту улочку именно ночью. Поэтому я, девочка спокойная, не хожу по ночам по таким заведениям. В Японии очень, ну прям очень любят животных. Для них здесь придуманы все условия. Отели, кафе, лучшие игровые площадки и даже коляски, в которых японцы выгуливают своих питомцев. Но есть один нюанс. Завести и содержать животное здесь, ну прям безумно дорого. Стоимость собаки-кошек достигает в среднем 2-3 тысяч долларов. Далее, навеспеченный хозяин оплачивает налог на покупку, стоимость прививок, микрочипа и страхования на случай смерти. Я уже молчу о дальнейших расходах на корм, ветеринаров и так далее. Короче, не все могут позволить себе такую роскошь. Но потискать питомцев всем хочется. Японцы решили эту проблему. Наверное, на всех больших станциях есть кота-кафе. На Синдзюку найти его будет несложно. Провести время с пушистиками можно напротив этого огромного баннера с 3D-голограммой кота. А вот так это выглядит с другой стороны здания. В плане рекламы японцы точно опережают этот мир. Я каждый раз залипаю на нее, хотя видела уже кучу раз. Так вот, а кафе? Если вы подумали, что это место, где можно поесть, а котики просто будут ходить вокруг тебя, это немного не то. Это заведение просто дает возможность провести время с животным. Ты платишь за вход за 10 минут 650 йен, а за час 1700. Выбираешь себе спутника на это время, ну и как бы все. Просто гладишь его, играешься. Можно докупить корм и другие вкусности. Может, для кого-то такая услуга и покажется странной, но для местных это крутая возможность провести время с животным и не потерять миллионы йен. Еще немного о рекламных баннерах. Кого-то поздравляют с днем рождения посреди Токио. Это у них что-то, ну по принципу поздравления на бурш-халихе в Дубае. Погуглила, и оказалось, что это какой-то китайский актер. Ну, либо в Японии его прям очень любят, либо такое поздравление можно купить за большие деньги. Многие путеводители говорят о том, что обязательным местом для посещения является крупнейший в Японии кинокомплекс Тохо. Но это не просто кинотеатр. На крыше здания установлена голова Годзиллы, того же размера, что и в первом фильме про этого монстра. Более того, раз в час с 12 до 8 вечера здесь происходит целое шоу. Рептилия рычит, а из ее пасти извергается огонь под тематический трек из фильма. Ну, так, по крайней мере, заявляет Афиша. Но вот как это шоу выглядит на самом деле. Сегодня я даже не стала дожидаться представления, потому что оно того не стоит, ну если честно. Нет, ну конечно, разок глянуть, если вы проходите мимо или собрались в кино, можно, конечно. Но целенаправленно идти сюда ради Годзиллы нет смысла. Знаете, какая проблема есть в Токио? Здесь прям слишком много вкуснейшей уличной еды. Такие вот ларьки и кафешки, ну просто на каждом углу. Голодным в Японии вы точно не останетесь. Но на вопрос, как не набрать лишние килограммы, ответ я пока не нашла. Кстати, какие ваши любимые роллы? Думаю, что многие из вас ответили бы Филадельфия. Так вот, многие, конечно, это знают, но хоть суши это традиционная японская кухня, но Филадельфию придумали в Америке. Японцы на протяжении многих веков практически не употребляют в пищу молочные продукты, поэтому сыр Филадельфия в роллах у них вызывает шок. В традиционных роллах вы редко найдете более одного вида начинки, да и вообще в местных ресторанах больше шанса найти в меню сашими, чем роллы. Так, ну я уже достаточно проголодалась, поэтому идемте искать какое-то прикольное заведение. Искать придется недолго, потому что они здесь на каждом углу. Японцы позаботились о том, чтобы везде были такие места для отдыха. В Токио жизнь очень насыщенная и это суперкрутая идея. К примеру, для меня такая вот чилзона стала настоящим спасением. Когда весь день мотаешься по городу, очень приятно на секундочку остановиться и выпить чашечку кофе в таком вот спокойном и красивом месте. Но мы с вами пойдем в более интересное местечко. Синамарол кафе это тематическое заведение, посвященное популярному персонажу, который был создан японской компанией Санрио. Кстати, это оказался щенок. Вы тоже, как и я, думали, что это какой-то зайчик или еще другой зверек, но точно не щенок. Внутри кафе вы найдете много разнообразных украшений и предметов, связанных с ним. Плюшевые игрушки, посуда, постеры и уникальные элементы интерьера. За каждым столом вас будут ждать большие мягкие игрушки. А туалет вообще законно делать такой красивый? Ставлю лайк дизайнеру. И вы тоже не забудьте поставить лайк. Короче, уровень милоты зашкаливает, а их меню это отдельный вид искусства. Синие блюда, коктейли, кофе с латте артом, пирожные, кексы и многое другое. Ну давайте уже что-нибудь закажем. Итак, буду пробовать. Рис, конечно, я не ем, но нужно будет продегустировать. Беру, макаю в голубую вот эту жижу, это карри, карная жижа. Так, и пробую. Вы знаете, прям настоящая карри, несмотря на то, что это голубой цвет, но очень даже вкусно. Мне интересно, что за овощ спрятан вот за вот этим голубеньким. Кваства есть так, что это? Тофу, это соевое мясо. Нет, я думала, что это картофель, но я теперь не уверена. То есть, это какой-то овощ, только покрашен голубой цвет. Внутри тоже. Там все на синий внутри. Знаете, вкусно? Я думала, что вот эти как заведения, которые именно красивая картинка, она очень-очень вкусна. Вот мороженое, няш-милаш. Я думаю, что мороженое просто не может быть невкусным, поэтому вот. Очень, кстати, такое, как ты видишь, очень вкусное мороженое. Резиновое? Ну, похоже на то по вкусу. Я не знаю, как крем, сейчас попробую. Потому что, что мне не очень нравится крем в Японии. Мне еще Тикток снимать не порти, не порти. Поэтому крем не очень нравится, а сама мороженка просто волшебная. В этом районе просто дофигища торговых, развлекательных и игровых центров. На Синдзюку сто процентов можно классно пошопиться. Здесь очень много брендов, японских шоурумов с уникальными вещами. Японская мода, к слову, очень необычная. Так что по магазинам можно гулять, как по музею. Не забудьте посмотреть традиционные кимоно. Это одежда, это отдельный вид искусства. Безумно красиво. Но не переживайте, не обязательно тратить целое состояние на шмотки. К примеру, возьмем Юникло. В этом магазине представлен огромный выбор поседневной одежды по очень вкусным ценам. Но я предлагаю вам посмотреть на крупнейший игровой центр. Вот мы подошли к одной из самых крупных в Токио геймзон, которая находится на Синдзюку. Покажу вам, что там есть и как бы что можно выиграть. Ну понятно, как бы это такая лотерея, ты можешь выиграть какую-то классную игрушку, анимешку, а можешь уйти ни с чем и потратить крупную сумму денежек. Тайто Корпорэйшн это японская компания, специализирующаяся на видеоиграх, игрушках, игровых автоматах и игровых центрах. Многие из них имеют несколько этажей для бесконечных часов веселья. Корпорация отвечает за некоторые из самых известных и обожаемых аркадных игр всех времен. А еще она первая в Японии экспортировала свои видеоигры в другие страны. Это рай для японского геймера. Здесь есть файтинги, стрелялки, гонки, платформеры и многие другие игры. Автоматы еще часто обновляют, чтобы предлагать самые новые и популярные игры. Ну а мое внимание приковало, конечно же, известные нам хваталки. Только вот такого количества и разнообразия я еще нигде не встречала. Самые милые мягкие игрушки, фигурки, можно выиграть даже снеки и сладости. Я слышала, что в Японии шанс выиграть таких автоматах больше, чем где-либо. Но, честно говоря, я все равно не особо доверяю таким машинам, поэтому не решилась попытать удачу. Но пару раз, конечно, можно попробовать. Главное не заигрываться. Побывав в геймзоне, у меня прям масса положительных эмоций, потому что ну это игрушки, это сладости, это не может не радовать, да? То есть, если ты в душе ребенок, а я считаю, наверное, пока ты не умер, ты долго остаешься ребенком, да? И твой малыш внутренний в тебе просто ликует, потому что такое буйство красок игрушек, ну, наверное, я не видела уже давно, как именно в этой геймзоне. Но, что могу сказать, да, что это такое, это лотерея, да? Ты можешь выиграть, можешь не выиграть, потому что здесь как повезет, да? То есть, там, ловкость руки, никакого мошенничества, но я предпочитаю все-таки покупать игрушки. Вот бегу в Щинчуку Гоэн парк, хочу вам показать, очень красивое место, мне уже язык на бекрень, потому что вот сейчас, сколько сейчас, пол пятого вечера, температура немножко спадает, 37 градусов, уже не 39, просто я, честно, вся мокрая, но очень хочется показать вам вот этот материал, хочется показать красоту Японии и красоту каждой станции. Так что, ребята, пожалуйста, оцените мои старания, поставьте лайк. Вот я уже попала в сад, в общем, вот билетик стоил 500 йен, но я не скажу, что дешево для парка. И как бы здесь парк разделен на три тематические зоны, и сейчас иду в первую, это зона в традиционном японском стиле. Спасибо везде указателе, вот к японскому традиционному саду осталось 120 метров, направляюсь, маршрут построен. Сзади меня находится домик, там происходят чайные церемонии, очень любят в парках как раз размещать такие домики. Там вам принесут чай в традиционной форме, в кимоно, и как бы пройдет прям чайная церемония. Но я не буду тревожить людей, как бы и так снимать нельзя. И простите, пожалуйста, хотела бы вам показать, но как бы хотя бы так вкратце издаля. Я все еще иду в японский традиционный сад и хотела вам немножко рассказать историю этого парка. И в принципе то, что парк очень-очень большой, 60 гектаров. Как бы не знаю, все ли успею до закрытия обойти или нет, но постараюсь прям быстро-быстро. Это один из любимых садов императора был ранее, да, здесь император похоронен, опять-таки, один из императоров. Во Вторую мировую войну сад был практически полностью разрушен, и после этого его какой-то период восстанавливали. Сейчас он такой весь зелененький, красивый, но если прийти сюда в период цветения сакуры, говорят, что здесь прям все буяет, цветет, и здесь рекордное количество именно деревьев сакуры, полторы тысячи, и, по-моему, около 75 видов этого растения. Я в период сакуры почему-то сюда не ходила, наверное, как-то не думала, что именно сюда можно, как раз готовилась к сегодняшнему дню, узнала, что это одно из любимых мест посещение туристов и такая «О, нужно сказать моим друзьям, что нужно взять это место на заметку». Парк Синдзюку Гёэн является прекрасным убежищем от суеты городской жизни. Здесь есть уникальная возможность насладиться природой, культурой и историей Японии. Это место, где можно провести спокойно время, наслаждаясь прекрасными видами и духом японской культуры. Парк делится на три отдельные сада в разных стилях. Классический японский, в котором высажено более полутора тысяч деревьев, разных видов. Также имеются водоемы с императорскими карпами, чайный домик, где можно созерцать чайную церемонию и несколько уютных беседок в окружении деревьев и аккуратно подстриженных кустов. Есть также романтичный французский сад с обилием разнообразных цветов, включая розы. На его территории есть красивый пруд с водяными лилиями. И также есть английский сад. Это зона с лужайками в окружении вишневых деревьев и оранжереи с тропическими павильон. Это здание в китайском стиле, построенное специально ко дню бракосочетания императора Сёва. В парке существуют свои правила. Категорически запрещено приводить сюда животных, распивать спиртные напитки, играть в футбол и бадминтон. Благодаря спокойной и расслабляющей атмосфере правительство Японии часто проводит здесь приемы для иностранных журналистов и дипломатов. Снимать, кстати, тут тоже запрещено, но я рискнула. Зато можно арендовать велосипед или насладиться пикником на свежем воздухе. Также здесь есть детская площадка, где маленькие посетители могут развлечься. Именно находясь на этом месте, хотела рассказать вам интересную историю. Наверное, многие из вас знают о известном режиссере и сценаристе Макото Синкая. Макото Синкай настолько был влюблен в этот сад, в эту красоту и после землетрясения, ужасного землетрясения в 2011 году, которое случилось в Японии, он решил, что вот эта вся красота, она может просто в миг взять и исчезнуть. Поэтому он решил именно запечатлеть вот эту всю красоту именно в аниме, передав. Фильм создавался где-то примерно полгода на основе фотографий из этого сада. Вот эта беседка выступила таким ключевым звеном объединяющих героев. Там 15-летний мальчик, который приходил сюда в сезон дождей и рисовал красиво обувь. И женщина постарше, и они приходили, общались, общались, у них завязалась дружба, а позже эта дружба немножко переросла во что-то больше. Но сезон дождей скоро закончится, и интересно, чем это все развяжется, да? Какая развязка? Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, эмоциями, кто это смотрел, напишите, пожалуйста. А если вы все еще не смотрели, то обязательно посмотрите и тоже напишите мне, будет очень интересно. Зашла в ту самую беседку и теперь могу сидеть здесь, где сидели главные герои. Я так много времени провела в японском саду, что у меня совсем мало времени остается на два последующих сада. Это во французском стиле и в английском. Бегу искать, просто территория невероятно огромная. Я тут уже немножечко заблудилась, тут куча всяких дорожек, разветвлений, бегаю, все так интересно, хочется остаться, там хочется на травке полежать, там хочется вот этих стрекозочек послушать, ну даже цикады, стрекозы, в общем для меня это именно цикады в новинку, поэтому все хочется послушать, везде побывать и как бы а времени нет, уже солнышко садится. Вот слушайте, это цикады, как будто кто-то вот пилой пользуется, вот эта болгарка, да, зум-вум-вум-вум-вум-вум-вум, слышите? Не знаю, для меня это такой, ну как бы я знала, что лето, Япония, цикады, но вот этот звук для меня такой в новиночку. Ну и конечно же как приятно, что даже в парке есть туалет, чистый, бесплатный, классный, ухоженный туалет, их много, потому что зона большая, но вот такой стекляненький, прикольный, приятно, что не нужно бегать по кафешкам и искать, ну где же, где же. Вот сзади меня находится лаунж-зона, то есть там ты тоже можешь кофеечек, чаечек выпить, посидеть, почитать, отдохнуть, там даже вроде как кондиционер есть, то есть охладиться, ну то есть круто, если бы я так не мчалась, не спешила, то отличный вообще такой релакс, релакс-терапия, прям в лесу побывал, воздухом таким чистым подышал, сюда пришел, отдохнул и потом может приходить домой, и уже даже эти тесные японские квартиры вообще ничто по сравнению с такой красотой и удобством. Знаете, я безумно радуюсь тому, что в Токио есть такие места, как это. Я обожаю этот город, но он правда очень шумный и такой многолюдный. Иногда так хочется побыть наедине со своими мыслями и отдохнуть от всего и всех, а Синдзюку Геон предоставляет мне эту возможность. А как любите отдыхать вы? Умиротворенная природа или шумные тусовки? Напишите мне в комментариях. Если вы выбираете второй вариант, у меня есть кое-что для вас. Синдзюку популярен не только днем, но и ночью. Здесь находится одно из крупнейших в Азии мест ночной жизни Кабукичо. Его еще называют кварталом красных фонарей. Здесь всегда шумно, много путешественников и гостей за границей. В Кабукичо очень много различных видов ночных развлечений, так что вы обязательно найдете то, что вам по душе. Но все-таки не стоит терять бдительность. Япония Японии, но даже в такой безопасной стране есть сомнительные заведения. Я вот совершенно спокойно могу гулять по Токио одна в любое время суток и ни о чем не переживать. Но вот на Кабукичо в позднее время одна не пойду. Это место было и остается известным своей связью с японской мафией. А еще здесь выстроится очередь из тех, кто хочет вас развести. Продать воду за какую-то космическую цену или затащить в бар, где вас будут ждать милые девушки. А потом общение с ними резко становится платным, одеваться уже некуда. Или предложат просто массаж, у которого будет неожиданное продолжение, которое не входило в ваши планы. Конечно, это известная схема, но не все понимают, что потом придется отвалить круглую сумму. Вот этих, простите, зазывал очень много. Каждый пытается убедить зайти именно к нему в заведение. Даже у меня были неприятные моменты с иностранцами, которые достаточно грубо предлагали зависнуть у них в баре. Но в общем, самые громкие тусовки и все веселье происходит здесь. Но прошу вас быть аккуратными и не вестись на всякие разводы. Сегодня я покажу вам место, где японцы купаются в деньгах. Здесь представлены все известные бренды из мира моды, торговые центры и магазины больше похожи на произведения искусства. А самыми милыми жителями района оказались совы. В этом месте мы найдем известные булочки из аниме, попробуем кофе с изображением самого себя и найдем заведение, где можно бюджетно и вкусно поесть среди всей этой роскоши. Рада вас приветствовать на новой станции метро. Мы сегодня находимся на Гинзе. Гинза – это самый дорогой квартал во всем мире. Здесь находится масса бутиков, универмагов, галерей. Здесь ночная жизнь просто бьет ключом. И здесь, именно здесь, на Гинзе, квадратный метр земли стоит 10 миллионов иен. Вы представляете? А чашечка обычного черного кофе вам может обойтись в 10 долларов. Название Гинза на русский язык переводится как монетный двор. Это неспроста, потому что именно здесь с 1612 по 1800 годах находился монетный двор. И только лишь в 1923 году здесь начали появляться первые магазины, современные бутики. Гинза – это про бренды. Шанель, Луи Витон, Прада, Фенди. В общем, дорого-богато. Если вы приехали в Японию за дорогими покупками, обязательно прогуляйтесь по этому району. Здесь представлены всякие лимитированные коллекции и крутые японские шоу с традиционными нарядами. В этих окрестностях находится самый большой магазин Юникло во всем мире. Да, ребят, вот это все один магазин. Я в шоке. Больше похоже на торговый центр. Вечером с подсветкой это здание выглядит, конечно, еще круче. Этот магазин как раз для тех, кому не нужны Прада и Шанель, но хочется выглядеть всегда стильно. Одежда здесь достаточно бюджетная, но зато выбору товаров позавидует любой бренд. На секундочку, 12 этажей одежды. Девочки, держите меня семеро. Секрет успеха у компании такой. Широчайший ассортимент, низкие цены, быстрая смена моделей. И все это в суперсовременном дизайне помещений из ярких цветов и зеркал. Как вам такая колыбель Ньютона из футбола? Я такого еще ни в одном магазине не видела. В этом месте одежда оживает. Все крутится, вертится, кажется, еще немножко и весь ассортимент будет летать по помещению. Огромная благодарность создателям, потому что сюда хочется приходить и гулять, как по музею. Ну и, конечно же, обновить гардеробчик вам тоже резко захочется. Юникло специализируется больше на комфортной повседневной одежде, но здесь представлены и более праздничные красочные коллекции. Дополнительным бонусом является то, что в магазине можно вернуть НДС, не дожидаясь аэропорта или тем более возвращения в страну. НДС в Японии невысоким, ну по нашим меркам 8%. Сумма покупки должна превышать 5000 йен. Товар упакуют в пакет и вскрывать его до вылета из Японии нельзя. Хочу побыстрее показать вам место, в которое 100% любится каждый из вас. Это кафе с совушками. Да, с настоящими совами. Это заведение для людей, которые хотят полечиться милыми пушистыми совами. Знаете, это действительно как терапия. Кому-то помогают котики, собачки. Знаю, что с детками часто занимаются лошадки, но совы это уже какой-то ну прям другой уровень. Они помогут вам расслабиться и почувствовать облегчение от суеты гинзы. Как сетверт, такая мощная птичка прям на орла смахивает. Красавица или красавица. В какой-то момент я почувствовала себя истинным гриффиндорцем, особенно когда увидела вот эту белую милашку. Посмотрите, какая она красивая. Заметила такую особенность, что вот эти птички находятся вот эта такая беленькая, вот сейчас нам пулся, она, я с собой закрыла, она сидит снизу. И, собственно, возникает вопрос, почему это, И нам объяснили, что птички, которые сверху, они больше любят теплоту. Внизу холоднее, и поэтому вот эта птичка охлаждается. Из-за этого она вот тусуется на полу. Да, они прекрасны. И все такие разные. Одна на другую не похожа. Я была очень удивлена тем, что совы такие спокойные, некрикливые, никто не пугается людей, но в любом случае с ними, конечно же, нужно быть осторожным. Во-первых, гладить аккуратно, чтобы птичку не повредить, не спугнуть, ну и наблюдать за тем, хочет ли сова, чтобы ее трогали, а то ведь и клюнуть может. Хотя история, конечно, была бы интересная. Кого-то курица, кого-то утка ущипнула, а меня клюнула сова. Ну, стандартная ситуация в Токио. Друзья, я сейчас спускаюсь вот с кафе СОП, просто у меня такие эмоции, меня переполняют, да, я в кафе Коток была, в кафе Собачек была, в кафе Капибару не попала, но вот кафе СОП, это просто нечто, это как бы, если вы никогда не трогали совушек, да, я очень вам рекомендую попасть в это место. У меня, знаете, так голова болела, я целый день на жаре, у меня просто такое было предумыручное состояние, я пришла сюда из последних сил, правда, и тут такой заряд энергии, позитива, я просто влюбилась, они очень милые, позитивные, очень рекомендую. Современный облик Гинза начал приобретать в 1872 году, большинство европейских зданий уже исчезло, но некоторые оставались, включая знаменитый универмах Вако с известными курантами Хаттори, их построил основатель компании Сейко. Сейко Хаус Гинза Клоок Тавер есть культурным наследием в принципе всего центра Гинзы. Этот памятник архитектуры был построен в 1881 году, затем большое землетрясение полностью разрушило этот памятник, а затем в 1952 году его восстановили в том виде, в котором мы сейчас его с вами видим. Как я уже говорила ранее, Гинза – это район денег, богатых людей и роскоши. Думаю, будет грех не показать вам, на что же здесь можно потратить свои денежки. Мы отправляемся к торговому центру Митсу Кощи. Митсу Кощи Гинза радует покупателей уже более 80 лет. На первом этаже мир косметики – это очень популярное место для косметических продуктов. Здесь самый большой выбор брендов во всем районе. А с третьего по 12 этаж я поняла, что попала в рай. Моя внутренняя сорока уже проснулась и готова порхать между рядами сутками. Но нет уж, Оля, никаких импульсивных покупок. Хотя какие там покупки с такими ценами. Но как же все блестит и манит. На 10 этажах вы можете найти большой ассортимент разной одежды, украшений, часов, посуды, продуктов питания. Ну и, конечно же, не обошлось без анимешек. Много классных фигурок и игровых зон. Кстати, вижу знакомые лица. Если вы тоже узнали этих ребят, пишите в комментариях. Хожу по торговому центру и понимаю, что здесь можно только смотреть. Если вы, конечно, любитель и вы можете себе позволить люксовый шоппинг, то, конечно, да, велкам. Но если, как бы, на люксовый шоппинг вы не готовы, поэтому здесь можете, как и я, просто прийти посмотреть на экскурсию. Просто посмотреть. На 11 и 12 этажах находится масса крутых ресторанов с видом на город. Идеальное место для свидания. Еще говорят, что там действительно очень вкусно готовят. Ну, вообще, я пришла в этот торговый центр с определенной целью. Готова погрузиться в подводный мир? На 9 этаже расположилась одна из самых прекрасных выставок в моей жизни. Выставка золотых рыбок. Только посмотрите, сколько их. А подсветка и музыка очень круто дополняют атмосферу. Я попала, будто бы в какой-то совершенно другой магический мир. Есть только, конечно, одно но. Это количество людей. Мда, на золотых рыбок хочет посмотреть очень много народу. А что тут на выходных творится, я вообще боюсь предположить. Вход, к сожалению, не бесплатный. Но и мне кажется, цену чутка загнули. Но от Гинзы ожидать бюджетных экскурсий не стоит. Выставка разделена на 9 зон и каждая из них пропитана чем-то магическим. Сначала я попала в тихую комнату с легким полумраком и безумно красивыми фонариками. Далее, передо мной открылось какое-то бесконечное пространство из скалон с золотыми рыбками. Вы знаете, я как будто попала в сказку и сейчас вот какая-то рыбка исполнит мое желание. А в следующей комнате представлены редкие виды. Вы, кстати, знали, что у этих рыбок есть такое огромное количество видов и окрасов. Я была просто в шоке. Потому что, когда говоришь о золотой рыбке, всегда первым делом представляешь самую стандартную. А тут их много, совершенно разных и одна не похожа на другую. Но и в других комнатах меня ждали все такие же красоты. Некоторые аквариумы были открыты. Можно увидеть, как рыбка всплывает на поверхность. Но трогать их, конечно же, нельзя. А вот эта цветочная зона просто украла мое сердце и возвращать не собиралась. Безумно красиво. Я как будто гадалка. Я сейчас буду предвещать будущее. Будущее. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Блин, ну почему именно сегодня я пошла одна и никто не может меня нормально пофоткать? В таком случае селфи-камера это мой лучший друг. Короче, можно бесконечно любоваться, но нужно идти снимать дальше. Это место еще надолго останется в моей памяти, а выберите себе на заметку. Ну и, конечно, как и на любой выставке или в музей. Можно пошупиться что-то купить, какие-то сувениры. В общем, и все, конечно, с атрибутикой рыбок. Какой-то автомат, если вы хотите выпить чего-нибудь прохладного. Такие зонтики, какие-то вкусняшки. Конечно же, сами рыбки, игрушечки. Ой, класс! После торгового центра я отправилась в магазин автомобильной марки Nissan. Ну, во-первых, только посмотрите на само здание. Выглядит внушающе. Дизайн, конечно, обалденный и сам магазин огромных размеров. Что же ждет нас внутри? А внутри можно посмотреть на невероятно красивые автомобили. Здесь представлены модели из прошлого, нынешнего и будущего времени. Поэтому, если вы фанат этой марки и хотите посмотреть, что же Nissan подготовил для нас в скором будущем, бегите скорее сюда. А еще в этом здании есть одна изюминка. Вы любите кофе? Пробовали когда-то латте с изображением самого себя. Я не шучу. Здесь придумали очень крутую и необычную подачу напитка. Мы уже приходили сюда всей семьей и попробовали кофе с фоткой Васи. Вас фотографируют на такой планшет. Персонал очень милый и даже переспрашивают, подходит ли вам фотка. Пару минут и вуаля, шедевр готов. Прикольно, да? Похоже? Похож, похож, конечно. Растительно. А, жалко, зачем я это сделал? Иду еще одну брать. Вы знаете, одна из самых моих таких, знаете, больших фобий в Токио это попасть в незнакомое место без телефона, да? Я сейчас практически оказалась в такой ситуации, ну вы скажете, Оля, ты же снимаешь на телефон. В общем, на улице плюс 40, жара просто неимоверная, у меня перегрелся телефон, он отказывается строить маршрут, то есть я не понимаю, где я, как бы, у меня телефон в Японии выручают просто на все 100%, он служит мне и переводчиком, то есть я могу обратиться к любому человеку, потому что я использую Google Translator, да, показываешь, тебе помогают. Также при помощи Google Card ты можешь построить маршрут и пойти абсолютно куда угодно, и поехать, пойти, куда сесть, где спуститься, а сейчас я строю себе следующую точку своего маршрута, а мне говорит телефон, я не могу тебя построить, потому что я перегрелся, жди, и вот такая, ааа, у меня такая легкая паника, потому что я хожу и не знаю, куда дальше идти. А я вас пока хочу попросить за мои старания, пожалуйста, поставьте пальчик вверх и подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал, а я буду остужать телефон. Среди всей этой роскоши можно упустить невероятное место с глубокой историей, но я обязана показать вам это сокровище. Гинза Кимурая это магазин аутентичного японского хлеба, это самая старая пекарня в Японии. В таких старых заведениях вы гарантированно останетесь довольны вкусом продукции. Не зря же они столько лет на рынке, а этот запах, я просто обожаю пекарни именно за этот запах. Кстати, интерьер уже далеко не из прошлой эпохи, но зато хлеб и булочки выпекают по старым рецептам. Как видите, помещение не супер маленькое, но народу не развернуться. Ну конечно, все хотят попробовать хлеб с морковкой, шпинатом и самые вкусные хлебобулочные изделия в городе. Именно в этой пекарне родился культовый анпан. Это булочки с начинкой и сладкой пастой. Ее делают из красных бобов адзуки. Если вы смотрите аниме, то точно хотя бы раз видели эти булочки. Токио, как мне кажется, самая большая концентрация нестандартных клевых заведений. На Гинзе, к примеру, есть имбирное кафе, где главным ингредиентом каждого блюда является имбирь. Каждый день такое есть не будешь, конечно, но попасть туда я очень хотела. Но вы спросите, почему же еще не там? Ребят, Токио город очередей. Попасть в классное известное кафе и не отстоять длинную очередь почти невозможно, особенно в час пик. Поэтому в этот раз по традиции мы пошли кушать рамен. Рамен, кстати, это не мое. Не знаю почему, но сколько раз я уже не пробовала его, мне как-то невкусно. Хотя я знаю, что многие просто фанатеют от этого блюда, и мой муж тоже в том числе. Но хочу подметить, что в этот раз бульон был очень даже неплох. Да, солененький, но вкусный. А скажем так, вот эти внутренности рамена я никогда не ем. Пишите в комментариях, где вы пробовали самый вкусный рамен. Мне будет очень интересно это прочитать. Гинза все-таки решила побаловать меня чем-то бесплатным. Оказывается, на крыше огромного торгового центра есть бесплатная смотровая площадка. Сам торговый центр, как обычно, роскошный, но мы поднимаемся выше и оказываемся в райском оазисе. Высокий этаж, вид на город, зелень и крутой интерьер. Но что еще нужно для счастья? Идеальное место, чтобы отдохнуть в такую жару после долгой и такой насыщенной прогулки. То есть, смотрите, какая она ухоженная, чистая. Это все бесплатно, все для людей и вы можете посидеть в тишине и спокойно понаслаждаться видом. Круто же! Вот просто взяли и на крыше сделали вот такой вот замечательный сад. Вот просто можно посидеть, отдохнуть. Вот прям у меня сейчас такое прям настроение, что взять, отдохнуть и забить на все. Зачем вот эти съемки, что-то идти делать? Просто можно отдохнуть. Кайф! Ааа! И такая вот площадка крутая просто! Вау! Корейцы считают, что лучший подарок на школьный выпускной это пластическая операция, а в Японии школьникам пластику сделают со скидкой в 20%. Хотите узнать, как переместиться в Корею на один день, не выезжая за пределы Токио? Здесь продают уникальную уличную еду, радужный корндок, огромное мороженое в мультяшном 2D-кафе, огненно-острые суши и самые милые макаруны в вашей жизни. И, конечно же, мы повстречаем всех возможных айдолов и будем слушать кей-поп с утра до вечера. Запасайтесь вкусняшками, будет интересно! В каждом выпуске я исследую одну из станций токийского метро. Их около 300 и мы побываем на каждой из них. Путешествуй и влюбляйся в Японию вместе со мной. Джаббат Тукоу! Коничева, друзьяшеньки! Рада вас приветствовать на станции метро Щин Окуба. Это целый корейский мир в городе Токио. Я вам покажу, как здесь интересно. Здесь очень много разной вкусной корейской еды, одежды, косметики, а также популярные кей-поп-группы тоже живут здесь, именно в магазинах вот этих интересных. Давайте же поскорее сюда отправимся и увидим. Вас ждет много интересного. Наиболее известный этнический квартал находится в Токио. Это крупнейший в Японии корейский или, как его называют в последнее время, азиатский квартал. Находится в окрестностях станции Син Окубу. По каждому поезду решила вам записать и поделиться. То есть для меня в начале, в начале того, как я приехала в Токио, было очень большим удивлением, что, например, пересадка в метро со станции на станцию как бы может занять. Вот как сейчас у меня я на станции Шибуя пересаживаюсь на другую линию метро. Мне написано пройдите 14 минут, затем подождите еще 2 минуты. И вот как вам переход в 14 минут с одной ветки метро на другую? Как бы сейчас это уже как-то привыклось, но в начале меня это шокировало, как у нас там быстренько перешел, поднялся, сменил ветку, линию метро и очень быстро пересел. А здесь пройдите 14 минут. Как вам? Станция, расположенная менее чем в километре от Синдзюку и примерно в 5 минутах ходьбы от знаменитого квартала красных фонарей Кабукичо. Про эти места у меня на канале есть отдельное видео. Это идеальный район, чтобы на несколько часов переместиться из Японии в совершенно другой мир и открыть для себя маленький кусочек Южной Кореи. В этом месте фанаты найдут то, что ищут. Все, что связано с корейской поп-музыкой и ее бойсбендами. В Синокубо сосредоточены корейские прилавки с лакомствами, рестораны с национальными блюдами, огромное количество магазинов с корейской косметикой, конечно же, кей-поп и очень много иностранцев. Кажется, будто бы японцев тут меньше всех. Как минимум, иностранный язык будет слышаться чаще японского. Сегодня у меня будет день дегустации. Нашла место, где по отзывам должны быть вкусные корн-доги. Ну, честно говоря, был у меня не самый лучший опыт с ними в японских комбине. Мне не очень понравилось. Суховато и невкусно. Посмотрим, может здесь будет повкуснее? В общем, хочу купить корн-дог, и для этого мне нужно вот такой автомат заюзать. монет сейчас подбрасываю и куплю корн-дог. А вот напротив от корн-дога можно купить вот такие чизбол. Кстати, очень вкусные, как-то видела, калорийные, сытные. В общем, тоже вот такой вот автомат, где ты плачешь, кидаешь монетки, выбираешь, чего тебе надо, заказываешь, получаешь билетик, отдаешь и ждешь, пока тебе скажут, что твое блюдо приготовлено и можно кушать. Кстати, заведение достаточно популярное, потому что вы можете видеть, сколько человек ждут, ожидают в очереди, чтобы получить свое заветное блюдо, скажем так. Вот. Кстати, особенность тут очень тесно, прям все ходят, и это такая, знаете, некая не Япония, потому что все пихаются, никто не извиняется, и как-то я уже отмыкла от этого. В общем, получила я свой вот долгожданный корм-дог, и все с меня посмеялись, потому что он называл номер на японском, и я не поняла, что это меня, потому что до этого я спрашивала, это не мой номер своим, это не мой номер, они не отметят, подожди, я ждала, ждала, но на свой номер сначала не отреагировала, потому что подумала, ну, блин, опять подходить, спрашивать, не мой ли номер, потому что здесь очень много работают еще корейцев, и разговаривает тоже какая-то вот смесь то корейского, то японского, японский мне только начальный уровень сложно дается, вообще не поняла. Ко мне, не ко мне. В общем, вот мой хорн-дог. Сейчас я попробую его протестировать. Какой же он на вкус? Простите меня, если качество немножко не очень, потому что мне сложно и держать, и тут с людьми разминаться. Вот я в стену уперлась ни на что. Ну вот вообще нет места, куда положить телефон, куда подставка. Хорн-дог немножечко он, ну, как бы жидкость есть. То есть там масло, тритюр. Поэтому не могу. Мне жалко запачкать футбол. В общем, буду пробовать. Я хочу вот этот сыр, который тянется вот так круто. Вкусно? Честно, не люблю есть на камеру, но хотела показать. Тянется. Вкусный, прям очень вкусный. Напоминает вот эти сырные голые. Но, если честно, вот лично мое предпочтение сырные шарики вот эти, они немножечко вкуснее. Они такие сладенькие. Этот более такой пресный. Даже порой оттоли не хватает. Ну вот, я так и знала, что нужно было дать второй шанс этой закуске. А то многим так нравится, а я вообще не понимала прикола. То же самое с раменом. Правда, ему я давала уже миллион шансов, но отношения у нас как-то не сложились. Ну, просто не мое блюдо и все. Не успела я далеко уйти, как по дороге увидела радужный корн-дог. Ну вот, как пройти мимо, скажите? Вот хоть и только что съела вот этот корн-дог, все равно я хочу попробовать, что вот это такая за тягучая, цветная радужная растяжка. Пока стою, жду вот свой корн-дог. Смотрите, здесь есть какое-то кафе с экзотическими животными. Те обитатели, кого можно здесь увидеть. Также здесь можно попробовать знаменитые монетки. Они так же растягиваются, как корн-дог. И вот такая вот большая очередь. Все хотят вот эти монетки. Ну, опять-таки, наверное, это какой-то знаменитый певец, потому что вот целое кафе. Он туда зазывает, приглашает. Он... На стене можете видеть, как он грустит почему-то, когда пьет напиток. И меню. Меню, что можно, собственно, заказать. Вот, даже можно заказать напиток с изображением его. Блин, все на японском. Ничего вам не скажу, что там есть. Могу только картинки откомментировать. Вот как интересно загружают автомат напитками. Он считает, все ли он загрузил. И таким образом будем покупать напиточки. И они будут всегда... Всегда автомат будет с напитками полон. Вообще, я так понимаю, уже моя корм-палочка уже практически готова. Мне спросили, нужен ли сахар или нет. Я сказала, чуть-чуть, пожалуйста. Оригато гозаима. Опа. Вот она. В общем, сижу на коленках у заведения и буду пробовать вот этот, надеюсь, потрясающий корн-дог. Итак, вы видите? Цветная жидкость. Ну, вернее, цветной сыр. До бесконечности тянется, тянется. Очень красивый цвет. И, кстати, очень вкусно и сладко. Надеюсь, у меня зубы не будут такие розовые, зеленые, синие после этого. Вы знаете, мое мнение, это... Ой, корн-дог на вот этот цветной корн-дог вкуснее. Он сладенький. Тому мне как-то не хватило. Вот здесь в заведении стоял кетчуп, майонез можно было полить. Там он немножко пресноватый, но, как говорят, на вкус и цвет. В кварталах с большим количеством переселенцев энергия бьет ключом. Иностранца от японца чаще всего можно отличить по походке и языку тела. Но молодежь с китайскими и корейскими корнями не так уж и просто отличить внешне. Одеваются они абсолютно одинаково. Ну, внешне нам, европейцам тяжеловато, конечно, их различать. Хотя, если присмотреться, разница есть. Более половины продавцов круглосуточных магазинов комбини здесь иностранцы. Чаще всего молодые китаянки. Работники общепита говорят по-японски с акцентом. Хочу показать вам очень популярное кафе, которое вы могли видеть в тиктоке или в других соцсетях. И это 2D кафе с каким-то нереальным интерьером. Называется «Почувствуй себя внутри мультика». Все туда хотят, все идут и хвалят. Давайте будем проверять, так ли там круто на самом деле. Помните музыкальный клип группы Аха на песню Take On Me? Там вокалист проходит через рисунок. Клип вышел в 1985 году, произвел большое впечатление и продолжает вдохновлять до сих пор. Один взгляд на 2D кафе в Токио и вы не сможете не разглядеть в нем культовое видео. Это милое заведение выглядит как страница из манги. Открылась это кафе еще в 2019 году и с до сих пор пережила уже несколько волн повышенного интереса. Но как видите, людей здесь достаточно много, даже днем в будний день. Здесь продаются очень красивые десертики и напитки. Очень популярным стал тортик с такими черными краями. По типу, как тоже 2D. Ну а я решила побаловать себя таким интересным мороженым. Выглядит очень аппетитно. В общем, буду сейчас пробовать. Мороженое, ну как мороженое. Вот сливки сверху лишние, лишние сливки. Мороженое вкусное. Обычное ванильное, если честно. Попробую вот эту штуку. Посыпочка какая-то. Оно с корицей. Я просто не люблю корицу, поэтому ну такое себе. И там тоже очень-очень много под низом мороженого. Поэтому самое мороженое вкусное. Вот эта вот крошка, ну у нас корицы. Если любите корицу, я думаю вам понравится. А вообще в это место приходит только за эмоциями увидеть вот это интерьер 2D кафе. И в принципе, наверное, все. Блюда здесь обычные. Просто вот красивый интерьер, чтобы сделать фоточки. Но опять-таки здесь открыто нельзя снимать. Как бы все недовольничают. Если ты начинаешь снимать, могут себе сделать замечания. Поэтому для того, чтобы, собственно, показать это кафе, я пересела на другое место. Вот так выглядит интерьер. Тоже вот спинка стульчика, можете заметить. Такая вот вся как будто прорисована 2D графикой. В общем, там столик такой небольшой, где берете заказ, отдаете грязную посуду и можете налить себе бесплатно там водичка со льдом и с лимончиком. Вот такое небольшое помещение. Очень уютно, красиво. Еда вкусная, но ничего особенного. Вот. Как вам это заведение? Хотели бы вы здесь добывать? Напишите. Счет получился на две тысячи и тридцать. Тридцать маник. Ну вот и все, в принципе. Еду я обычно не ем, я только дегустирую. Поэтому идем и ищем там, где можно ее уже поставить как грязную еду. Return box. Ну и решила вам показать, как выглядит туалет в этом кафе. Я думала, ну, возможно, он как-то по-особому украшен. Ну вот. Конечно, в стиле, но я бы не сказала, что он 2D. А, кстати, что меня очень поражает, удивляет, да, так это то, как, например, едут скорые помощи. Скорая помощь как у нас едет? Только включают вот эту сирену, собственно, и поехала. И все знают, что приоритет, нужно уступать дорогу. Что происходит в Японии? И в Японии всегда все очень и мега вежливые. И даже когда едет скорая помощь, он извиняется за то, что он обгоняет машины и благодарит. Очень приятно, да, вот такое человеческое отношение. То есть скорая едет, все и так понимают, что ей надо, да, и еще каждый раз слышишь извинения и благодарства, да, за то, что тебя пропустили. Я случайно увидела, что в Старбаксе продают какой-то крутой летний напиток с арбузом и не смогла пройти мимо. Давайте продегустируем. Итак, сейчас попробую, чем порадует Старбакс. А, не хочется портить эту красоту, но попробую. Вы знаете, я бы даже не сказала, что это ватермелон, да, то есть что это арбуз. Вкус дыни. Просто я арбуз обожаю, а дыня, мне для меня слишком такая, она как жвачка, она слишком сладкая. Так вот, здесь я бы не сказала, что это арбуз, это прям вкус такой жвачки. То есть если вы очень сильно любите сладкое, я люблю, но в меру, то такой напиток, я думаю, вам должен прийти по вкусу. Как по мне, сильно сладкий. Не знаю, вот я сейчас буквально пару глоточков сделаю и оставлю его здесь, потому что, ну, в качестве для того, чтобы как попробовать, да, интересно, очень, безумно. Я прям, у меня этого пункта не было в маршруте, я не собиралась сюда идти, но увидела, думаю, блин, попробую, что это за вкусняшечка. Но прям чересчур приторно и чересчур сладко. Район начал развиваться в 80-х годах с прибытием корейских эмигрантов и открытием их же продуктовых магазинов. Главная улица, Шин-Оку-Бодори, обладает неповторимым шармом. С красочными вывесками магазинов, написанными на корейском языке и зелеными уличными фонарями в европейском стиле. Эти автоматы называются гача. Очень популярная вещь в этих краях. Стоит обычно такое развлечение не очень дорого. Здесь у нас есть фигурки за 300, 400 или 500 йен. Но вот только выиграть нужного персонажа не так уж и просто. Азарт просыпается и оп, уже кошелек исхудал. Больше про эти и другие развлечения в Японии я рассказала в отдельном ролике про Акихабару. Это самый анимашный район в Токио. Обязательно посмотрите. Так, все, стою возле автомата, думаю, ну, наверное, стоит еще раз купить такую вот какую-то фигурку и показать, что же мне попадется. Я, конечно, смотрю, здесь мальчики, конечно, симпатичные, но я никого не знаю. Все-таки моя душа, вот, как здесь у меня котики. Я обожаю котов, поэтому мой выбор остановится вот на этих милых-милых няшечек-милашечек. Хочу вот этого, прям держу кулачки. И так, вот они, пушистики, хорошенькие. Бросаем монетки. Три. Вот написано, что как бы по три монетки нужно по 100 йен. И крутим. Крутим. О! И выпал мой котеночек. Кто же ты? Сейчас я открою и покажу вам детально. Сейчас быстренько распакую. О! Я тут думала, что там мягенький котик будет. А это... Да, куда его? Я не понимаю, это и не брелочек. Смотрите. Вот такой он миленький. В общем, не знаю, правда, чего с этим делать. Вот. Стоит 300 йен. Не знаю, что попадется. Ну, миленько, конечно. Ну, просто если вы знаете вообще, что это, ну, для чего его юзать, просто как коллекцию, не знаю, на полочке держать, напишите, мне очень интересно. И я очень сильно жму ваших лайков и подписки. А мы подошли к месту, которое называется Фил Корея. Это место, где можно купить много разных товаров, сувениров из мира кей-поп. Атмосфера здесь очень интересная. Фанатам кей-попа однозначно зайдет. Здесь повсюду продаются такие интересные веера с фотками кумира. Но это я назвала их веерами. Может быть, у них есть и определенное название? Простите, не знаю. В общем, такие товары продаются очень часто. Особенно сильно их любят местные молодые девушки. Фоткают их на фоне плакатов на улицах, закрывают свое лицо на фотографии ими. Ну, или, может, ими машут на концертах. Короче, насколько я поняла, это просто фан-реквизит. И они очень популярны в Японии и Корее. Даже мне захотелось купить здесь что-то. Но потом поняла, что я никого не знаю. И вряд ли мне это может пригодиться. Пока вы рассматриваете все эти милашные товары, хочу рассказать вам, чем же отличаются корейцы от японцев. Конечно же, все люди разные и нет такого понятия, как японские и корейские черты характера. Но, тем не менее, культурные ценности немного отличаются. Японцы более сдержаны. Они привыкли общаться более формально и не любят лишнюю эмоциональность. Корейцы могут быть более прямолинейными и экспрессивными. Эмоции и страсть – это про них. Я слышала, что многие наши девушки часто расстраиваются из-за того, что японцы совсем не романтики. Я бы не сказала, что они не романтичны. У них просто свой подход, скажем так. Японцы очень щедрые, но не умеют ухаживать за девушками так красиво, как делают это корейцы. Что еще интересно, так это отношение к пластическим операциям. Обе нации, к сожалению, часто не принимают свою внешность. Многие скрывали лица за масками еще задолго до начала пандемии. В Токио я видела рекламу, где старшеклассникам предлагают сделать пластическую операцию со скидкой. Но японцы не так часто прибегают к радикальным методам. А вот в Корее целый культ красивых людей. Грубо говоря, для корейцев лучший подарок на выпускной – это операция. Там, к сожалению, очень большое внимание уделяют внешним данным. Часто при приеме на работу нужно соответствовать стандартам красоты. В другом случае кандидата просто не будут рассматривать. Важно помнить, что эти различия лишь обобщение, а каждый человек уникален. Ммм, да, это действительно супер популярное туристическое место. Да и вообще, честно говоря, я в шоке. Я вроде бы все еще нахожусь в Токио, но Японии здесь реально и не пахнет. Все по-другому. Улицы, магазины, товары, люди другие. И поведение у них тоже другое. Я даже немножко отвыкла уже от этого. Что я имею в виду? Ну вот Токио очень шумный, а в этой части города шум Х2. Японцы очень всегда внимательные, вежливые. Не дай бог наступят на ногу, сразу же останавливаются, искренне извиняются. Хотя живу здесь около года и не помню, чтобы мне хотя бы кто-то раз наступил на ногу. В этом же месте никто об этом и не парится. Очень людно, много спешащих в разные стороны иностранцев. Комментировать что-либо было тяжело, потому что нигде особо не присядешь и не расскажешь. Но я в любом случае довольна этим колоритом. Сюда нужно ехать не за отдыхом, парками и спокойной атмосферой, а за покупками и тусовками. Здесь были обнаружены самые милые макаруны в мире. Просто посмотрите, как аппетитно это выглядит. На каждом шагу глаза просто разбегаются, не знаешь куда подойти. Хочется показать как можно больше. Очень много уличной еды и кафешек. Голодным вас точно здесь не оставят. Повсюду пахнет корейской, азиатской едой. И вот сзади меня находятся знаменитые корейские роллы. Они такие очень говорят острые. Прям что в рот невозможно взять. Прям огонь будешь дышать, как дракон огнем. Вот они, вот эти роллы. Звучит традиционная корейская музыка. В общем, тут тоже можно заказ, если вот вы хотите подойти к такому автомату и выбрать, в общем, что нужно заказать с собой. И я так понимаю, вот эти роллы тоже можно заказать и где-то поесть. Здесь в кафешке нет места для сидения, но можно по дороге поесть или забрать с собой домой. Сори, но я не рискнула взять и попробовать. Корейцы славятся своей острой едой, и я на слово поверю, что эти роллы мега острые. Ничего не имею против, но острое, как и сладкое, люблю в меру. И вот только что была там, там продавались роллы, и вот здесь вход, я так понимаю, в магазин корейской косметики, аксессуара. В общем, посмотрим, чего там есть. Сразу вот эти мальчики-красавчики рекламируют какие-то средства, и тут мы видим очень-очень много аксессуаров. Вот один из примеров магазинов со всякими разными корейскими приколами. Сходу нас встречают, конечно же, BTS. Играет их песня, продаются товары с их изображениями, висят плакаты. Кстати, вы знали, что у фанатов BTS есть отдельное название? Они называют себя ARMY. В переводе как «армия поклонников». В фандом BTS входит примерно 90 миллионов человек по всему миру. Какие-то просто безумные цифры. Но ребята заслуженно стали прорывом в кей-поп-индустрии. Они сочетают разнообразные жанры. Поп, хип-хоп, R&B, электронную музыку. Тексты песен BTS раскрывают глубокие социальные и эмоциональные проблемы. Своими песнями парни поддерживают миллионную аудиторию и помогли очень многим людям выбраться из депрессии. В написаниях текста и музыке, кстати, они сами активно участвуют. А со своими фанатами группа общается через социальные сети и проводит для них онлайн-мероприятия. И это несмотря на бешеный рабочий график. С ARMY лайки подписка. Магазин, кстати, в честь годовщины группы предлагает вам получить что-то в подарок, если вы возьмете товара на сумму больше 3000 йен. Очень большой выбор уходовой и декоративной косметики. С гиалуроновой кислотой, с морскими водорослями, глиной. Ну, короче, все, что мы любим и чего нам всегда мало. А сколько здесь разных крутых масок. Вы знали, что тканевые маски на самом деле никак не спасают от морщин и не лечат вашу кожу? Ну, это так, быстрый кратковременный детокс для кожи. Но классно использовать, к примеру, на ночь перед каким-то событием. Я и сама грешу иногда, покупаю их, хотя понимаю, что смысла особого нет. Маркетинг штука страшная. В этой части магазина я попала в культ кей-попа. Очень много всего с любимыми исполнителями, возможно, актерами. Пишите в комментариях, если узнали кого-то, потому что лично я знаю только BTS. Ну, а вот прям рынок под открытым небом. Вот шла, искала 2D-кфе, здесь говорят, есть очень прикольно. И наткнулась на вот такой вот рыночек. Только что увидела очень такие интересные явления, когда очень привлекательные молодые парни ходят в сопровождении некого человека, да, ну, возможно, охраны, не знаю, возможно, это мое предположение. И они раздают свои листовочки с диском, и таким образом они рекламируют себя. Они хотят также стать знаменитыми, как все эти люди на плакатах знаменитостей, и поэтому раздают. И как бы немало успешных случаев. Вот очень-очень красивые, не успела заснять, и не знаю, можно ли это делать. А мы подошли к магазину Skin Garden, это магазин корейской косметики, где представлено много разных брендов. И сейчас посмотрим тоже, что нам покажет вот это удивительное место. А пока вот переходила дорогу к Skin Garden, увидела, что вот есть корейский фудмаркет внизу на первом этаже. Тоже решила заскочить и посмотреть, также вам показать, что там есть. Ну, как и в японских магазинах, много нового, необычного и интересного. Но, наверное, если бы я встретила эти товары в любом другом районе Токио, не поняла бы, что они корейские. Все такие же яркие упаковки, большой выбор напитков, снеков и других вкусняшек. Заинтересовала меня вот эта упаковка. Не понимаю, для чего это, но переводчик сказал какой-то соленый соус. Если вы знаете точно, пишите в комментариях, куда его добавлять. Еще нашла такие прикольные баночки с медово-цитрусовым чаем. Берешь ложечку, разбавляешь с кипятком, и получается вкусный напиток. Написано, что можно разбавить газировкой. Получится, наверное, лимонадик. Большой выбор камбучи в такой интересной упаковке, будто бы детское питание. Огромный выбор лапши. Вон, смотрите, какая толстенная есть. Корейская косметика стала популярной во всем мире благодаря инновационным продуктам, упаковке и крутым результатам после использования. В магазине SkinGarden широкий ассортимент продуктов для ухода за кожей лица и тела. Кремы, маски, сыворотки, средства для очищения и многое другое. По своему опыту могу сказать, что не всегда крема, за которые нужно отвалить пол зарплаты, помогают лучше, чем корейская косметика. На уходе за кожей экономить, конечно, не стоит. Но если хорошо покопаться в этой теме, почитать составы и разобраться, можно отыскать среди всего этого реальные сокровища. Ладно, аппетит себе нагуляла, хочется чем-то перекусить. И снова на моем пути попались эти произведения искусства. Ну, это судьба, нужно пробовать. В общем, смотрите, очень интересные макароны здесь готовят. Но я не знаю пока, как вкусные или нет, попробую, скажу. Но вот где, собственно, находится? Вот SkinGarden, да, здесь вот как раз смотрели, что есть с корейских товаров. Туда мы, если спуститься, мимико, а вот здесь именно такой прилавочек с макаронами. Можно такие интересные напитки заказать и такие же макароны. В общем, конечно, вот что неудобно, это негде поесть. Вот просто тебе никуда нельзя с твоей едой, с напитком. И тебе везде вот как-то хочется где-то, тут много народа. Вот я одной рукой держу камеру, сейчас другой рукой попытаюсь... О, она заклеена! Попытаюсь распечатать и достать вот этот макарон, чтобы попробовать и сказать, вкусно или только красиво. Вот вот этот зайчик, он очень милый. И сейчас попробую. Слушайте, очень свежайший крем, прям воздушный. Он такой свежий-свежий, тает во рту. И, если честно, я думала, ну, будет такой, знаете, лежит на витрине, немножечко подгулявший. Я, честно, не ожидала ничего. Думала, что он просто будет такое черствое, невкусное. На самом деле, очень свежо, очень вкусно. Прям вау! Ну, а мы с вами подошли к супермаркету с корейской едой в Сеул Ичиба. Сразу же меня ужаснула такая картина. Голова свиньи. Эу! Надеюсь, дальше меня не будут поджидать вот такие вот сюрпризы. Напишите, любите ли вы вообще корейскую еду? Если да, то какие блюда или продукты вам нравятся больше всего? Эта кухня обладает множеством интересных и уникальных особенностей, которые делают ее узнаваемой. Первое, что бросается в глаза, это то, что традиционно корейские обеды состоят из множества маленьких блюд. Называются они банчан. Это могут быть маринованные овощи, рыба, мясо, соусы и другие компоненты. Корейцы славятся своими многочисленными видами кимчи. Так называют квашеные овощи. Ну и, конечно же, чем острее, тем лучше. Не знаю, многие говорят, что это стереотип. Но, блин, правда, ведь многие блюда очень острые. Здесь очень любят добавлять в еду острую красную пасту и перец чили. Или даже то и другое одновременно. Настоящий пожар во рту. Несмотря на то, что на улице плюс 40, но мода превыше всего. Да, кстати, здесь много модных шоурумов и магазинов с достаточно бюджетной одеждой. Насчет качества ничего говорить не буду, не знаю. Но вот здесь, к примеру, мне очень понравилась эта яркая футболочка с сердечками, будто бы нарисованными баллончиком. Ну и, в принципе, во всей Японии, как и в корейском квартале, все любят помодничать и нарядиться. Постоянно хожу и думаю, праздник что ли какой-то. А это самые обычные повседневные японские наряды. Друзья, всем огромное оригатошенько за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. Пишите в комментариях, что впечатлило вас больше всего и задавайте интересующие вас вопросы. Всем хорошего дня и до встречи в новых видео.